Прогноз погоды неутешителен. В селе Успенское идут дожди. Но местные жители не посчитали это веской причиной не ходить на праздник, посвященный Дню сельского поселения. Тем более, что многие интерактивные площадки уютно разместились в шатрах. В одном юные гости делали своими руками свечи, в другом собрались будущие кулинары. Здесь же можно полакомиться попкорном и сладкой ватой. И то, и другое в честь праздника раздавали бесплатно. Горкий десятый – один из поселков Успенского поселения. Здесь располагается известный конезавод, поэтому катание на лошадях – неотъемлемая часть праздничной программы. Те, кому верховая езда не по душе, участвовали в эстафете. Особая гордость Успенского поселения, ее жители, говорит глава муниципалитета. Они – активные помощники местных властей, генераторы идей и их воплотители. В этом году они получат много подарков. Осенью после реконструкции откроется дом культуры, где начнут работу детские кружки и секции. Продолжается благоустройство поселения, создаются парковочные места и парковые зоны. В поселке Горки-10 у нас, скажу сразу для справки, у нас 14 населенных пунктов. Один из них, самый большой, это поселок Горки-10. Буквально в пятницу были проведены мероприятия, объявлен конкурс на строительство детского сада. Емкостью 430 детей с плавательным бассейном, со строительством стадиона. И мы рассчитываем, что числа 15 октября начнется строительство детского садика. Ну и еще хочу анонсировать, это начало строительства в четвертом квартале дома культуры площадью 6000 метров квадратных в поселке Горки-10. Сейчас совместно с администрацией района мы пробиваем, проходим все необходимые согласования. Они все практически получены. Буквально неделю назад дом культуры Горки-10 вошел в государственную программу строительства сельских домов культуры. Достижений в Успенском поселении много и в праздничный день на сцену вышли те, кто знает об этом не понаслышке. Самые активные жители из рук Владимира Горяева получили благодарственные письма и ценные подарки. Здесь действительно такие достижения серьезные. Новейший дом, комфортабельнейший дом культуры, детские площадки, велодорожка, парковые зоны. Вот это поселение это действительно пример того, как должны люди жить в сельских поселениях. И благодаря руководителю, благодаря члену полицовета «Единая Россия» Владимиру Владимировичу Горяеву и всем депутатам, всем местным жителям, конечно, достигают таких хороших успехов. На этих достижениях не собираются останавливаться ни глава поселения, ни его жители. А значит, что в следующем году причин для гордости у них станет больше, а церемония награждения продолжительней. Субтитры создавал DimaTorzok